Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. И сегодня, друзья, у нас волшебная тема. Я продолжаю на канале клинической психологии и биохакинга освещать ваши вопросы, которые приходят ко мне постоянно в директ. Давайте последовательно сегодня будем с вами рассматривать. Ален, подскажи, если есть нарушение сердечно-сосудистой системы, может ли это быть связано с неврозом? Да, друзья, это две вещи, которые связаны. Но давайте не смотреть, как всегда, однобокой. Невроз провоцирует сердечно-сосудистое такое тревожное состояние, но и наоборот, также нарушение сосудистой системы провоцирует тревогу. Если мы смотрим в улучшение нутрицептиками, здесь нужно смотреть по омеге, коэнзиму, D3, СК2, но это нужно все смотреть индивидуально у человека по анализам. А если наоборот, например, от тревога, связанная с работой, например, со стимуляторами, с кофе, с повышенными физическими нагрузками, там вы в зал много ходите, то здесь наоборот, нужно смотреть в сторону чисто психологии, почему вы так делаете, для чего, как вам с этим справиться, и совершенно, может быть, и не нужно будет никаких добавок. Дальше мы поехали. Алена, можно к тебе на консультацию? Можно, приходите. Ален, подскажите, как улучшить состояние сна? Друзья, заснуть можно при помощи нескольких способов. Понятно, что вы можете добавить мелатонин, вы можете улучшить детокс, вы можете у нутриативного врача взять консультацию, которая вам распишет БАДы, но здесь важно смотреть, что вас так днем добивает, и где вы истощаете все свои ресурсы, что на ночь вам уже очень-очень мало чего хватает. Поэтому смотрите, друзья. Так, поехали дальше. Ален, постоянный гастрит, обострение пищеварительной системы, постоянные проблемы с кишечником. Может ли это быть связано с психосоматикой? Да, друзья, две темы, которые связаны очень сильно. Это как психосоматика влияет на ваш кишечник, и как кишечник влияет на симптомы психологические. Поэтому мы смотрим не однобоко. Если, например, проблема уже началась с микрофлорой, мы покупаем себе сахаромистициди буларди, мы смотрим, что там с желчным. Если нужно, то добавляйте комплексы таурина, цистеина. Ну, то, что вам превентивный врач выпишет. Если идет обострение гастрита, герб, вот эти выбросы желчного, забросы желудка, то нужно усиливать и кальций, и калий, и магний, смотреть какой. И усиливать данные функции при помощи нутрицептиков. Да, вы можете их, кстати, заказать не только с iHerb, но и с NSP. А с точки зрения психологии все просто, друзья. Когда постоянная тревожность повышенная, организм не может нормально справляться. Ни со свободными радикалами, ни с психологической нагрузкой. Все, все, все сливается, и получается момент усиления тревоги. Поэтому, друзья, смотрите, как там у вас, я не знаю. Может, у вас все совершенно по-другому. Поехали дальше. Так, читаю, читаю, что тут пишут. Привет, Алена. Можете подсказать, пожалуйста, ваши отношения к таурату магния? Ну, дурю я. Таурат магния – это близкий к таурину. Он возбуждает, дает такую некую энергию, которая заходит в митохондрии. Нормальные отношения, смотря кому. Невротику бы не советовала. Слишком перевозбудиться, потом будет нервный. Так, дальше. Алена, есть ли кризис в семейных отношениях? Что можно взять для расслабления чисто с точки зрения биопродукции? Так, вообще-то это решается, конечно, через консультацию и через психотерапию. Но если хотите что-то взять, я вам рекомендую комплекс для расслабления. Восьмерка так и называется в НСП. Вот под низом будет... Господи, оставлю вам номер или магазин, в котором можно купить это. Восьмерка для расслабления хорошо работает. Магний, глицинат хорошо работает. Работает хорошо комплекс с пустырником и валерьяной. Так это называется в этом НСП тоже в магазине. И также хорошо работают расслабляющие ванны. То есть магниевые ванны на вечер очень будут вам хорошо работать с вами. Так, дальше. Ален, можно ли у вас узнать, как решить проблему длительного стресса при переезде? Что можно взять из биологически активных веществ, чтобы поддержать свой организм в такие моменты? Так, друзья, если переезжаете, понятно, это стресс для всего организма и будет смена режима, смена обстановки. Я рекомендую вам взять ферменты, потому что вы не знаете, как будет ваш организм реагировать на смену питания. Я рекомендую вам взять поддержку кишечника, микрофлору. Я рекомендую вам взять также, если переезжаете, так, 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 лецитин, холин можно для печени, для желчного. И можно взять какие-нибудь расслабляющие комплексы, потому что первое время будет организм справляться с нагрузкой. Читаю дальше. Ален, приветствую вас, очень нравится ваш канал, вы нестандартный человек, спасибо, нестандартный психолог. Обычно все просто говорят о каких-то... а вы даете общие консультации. Спасибо вам, пожалуйста. Вопросы дальше.